Здравствуйте, дорогие друзья! Прошлую серию мы закончили тем, что мы остались ночевать на пляже, который находится возле каньона Авакас. Ночь была тихая и спокойная, и мы хорошенько выспались. Конечно же, мы сделали выводы с прошлого дня, и в этот день мы будем стараться успеть как можно больше. Приготовили вкуснейший завтрак на нашей горелочке от фирмы Primus. Это интегрированная система, которая позволяет готовить еду очень быстро и безопасно. Осмотревшись и покупавшись, мы отправились на встречу приключениям с прекраснейшим настроением. От пляжа до каньона где-то километра два можно проехать на машине, и дальше где-то один километр пешком до входа в каньон. Кстати, вход в сам каньон совершенно бесплатный, хотя, учитывая то, насколько интересно в этом каньоне, удивительно, почему вход в каньон бесплатный. Наверное, из-за постоянных камнепадов. На входе в каньон расположены свои щиты с информацией про сам каньон. Предупредительные щиты о том, что падают камни. Кстати, камни падали и при нас. И подробная карта самого маршрута. Ну, которая, в принципе, не пригодилась, потому что есть мапсмида. И, в принципе, куда деваться, если каньон узкий, и ты идешь просто по нему от начала до конца. Первое отличие от крымских каньонов, это сразу же бросается в глаза, это то, что он более светлый. Сами скалы имеют более светлый оттенок, такой больше желтый. Например, в Крыму все скалы серого цвета. Скалы довольно высокие, достигают высотой где-то 30 метров. По ду каньона протекает ручей. Ладно, неплохо. Внушительно. Смотри, какой леденец висит, видите? Да что ты, черт побери, такое несешь? Кстати, экскурсии водят в основном до вот этого камня, который торчит между скал. И это очень смешно, потому что совая красота все-таки дальше. Дуб захватывает, ребята. Олеандры растут у нас в горшках, а здесь они просто везде оттеряли. Олеандры растут. Получается, пальмы у них, наверное, не местные растения. Потому что растут только во дворах, в садах каких-то. Здесь в ущелье нет пальм. И наверху нет пальм, нигде. Вот такая местность. Кстати, камни сбрасывают на голову как раз вот такие вот козлы. Они, конечно же, домашние. Они настолько уличены своими играми, что они абсолютно не обращают на нас никакого внимания. Такое впечатление, как они хотят пробежать у вас по голове. Кстати, водятся здесь и мафлоны. Это самые дикие, большие бороды Европы. С этими животными мы с Александром знакомы не понаслышке. Когда-то мы посещали самый большой необитаемый остров Европы. Название этого острова Джерлгач. И находится он в Украине. Поход был нелегким, потому что пришлось идти 42 километра по песку. Было очень много интересного. Много потеряшек, так называемых, на пляже. Но самое главное, что на этом острове очень много диких животных. В том числе муфлоны. Муфлоны на нашем украинском острове бродят стадами. И к ним можно приблизиться. На Кипре, конечно, вероятная встреча с муфлоном очень редкая. Это очень осторожное животное. Охотники, которые добывают муфлона, считают, что это очень хороший трофей. Муфлон имеет очень большие рога, которые служат ему средством и защиты, и нападения. Ручей, который течет в каньоне, очень маловодный. И хотелось бы искупаться, а негде. Вот так вот. Конечно, большой каньон Крыма, но он существенно отличается по количеству воды. Например, там вы купались вот так. Да, в такой же ситуации. После того, как мы были, такие же уставшие. А здесь это самый большой водопад. Вот он, пожалуйста. Вот так он выглядит. Зато эта водичка очень вкусная. И на ней можно приготовить чаек. На нашей шикарной горелке Primus Light Plus. От известного шведского производителя Primus. Это очень удобная, надежная горелка, которой мы всегда пользуемся в наших походах. Что это вообще такое? Да, это было очень смешно. Но на самом деле, вот именно этот гаджет выручил нас и позволил снять довольно такие эпичные видео в каньоне. Камни-пады Это обычное явление для этого каньона. Насладившись каньоном, мы сели в машину и отправились в путь. Приблизительно 7 километров отделяет каньон Авакас от пляжа Лара. С начала мая на этом пляже можно обнаружить черепах. А в середине июля у черепах нерест. И тогда они выкладывают свои яйца на этом пляже. Симпатичные бухточки по дороге вызывают определенный интерес. Но не сейчас. Сейчас мы едем на пляж Лары. Симпатичные бухточки по дороге. Все, это воняет. Может, тут черепахи живут. На этом пляже обитает два вида черепах. Один вид – это лагерфет-каретта. Черепаха средних размеров. В длину они обычно достигают одного метра. Но некоторые особи бывают и по метр двадцать. Вторая черепаха – это гигантская зеленая черепаха. Это довольно крупная черепаха. Ее размеры достигают полтора-два метра. Это те самые черепахи, которых ел Робинзон Крузо. Потому что орел обитания этих черепах захватывает даже океание. Насладившись песочным пляжем, мы пошли на полуостров, который расположен с западной стороны пляжа. Мы начали там наблюдать таинственное явление. Очень таинственное явление. Это было просто необъяснимо. Это как будто зеркала, которые лежат на дне моря. Непонятно. На самом деле это просто белый песок, который очень белый. И он лежит, конечно же, на дне морском. Тропа на Кипре такого оранжево-красноватого цвета. Наверное, это связано с повышенным содержанием железа в земле. Тропа довольно-таки обрывистая. Ей надо идти аккуратно. И тогда все будет хорошо. Зато вид, который вы увидите, позволит не сомневаться в том, что вы сюда поднялись. Постепенно карликовый, можжевеловый лес заканчивается. И начинается каменная пустыня. Это что-то с чем-то. Здесь самое главное не подвернуть ногу, потому что много щелей, куда можно провалиться. Понимаешь, что ты снова хочешь сюда вернуться. И тебе не хочется отсюда выезжать. Вторая ночевка у нас тоже проходила на пляже, который находится возле каньона Авакас. Неспеша приготовили ужин, обсудили все, что мы сегодня увидели. И пришло сознание того, что в принципе пешеходного похода у нас уже не будет. Да. У нас осталось всего лишь два дня, из которых один мы, конечно же, должны посетить тропу Афродиты и всю восточную часть полуострова Акамас. И вот туда-то мы завтра и отправимся. Задача минимум – посетить восточную часть Акамаса, дойти пешком до Голубой лагуны, понырять с камней в прекрасную голубую воду и вернуться на ночевку, вот там, откуда все начиналось, на пляж Петра Толь, где родилась Афродита. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья! Дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу вам порекомендовать видеоканал моих дочерей Марьяны и Марьяны. Канал называется «Мариленд». Рекомендую! Ссылочки внизу в видео, подписывайтесь. Там будет много интересного. Мы снова летим на Кипр. Изучать восточное побережье с моей маленькой сестричкой Марьянушкой. Всем пока! До новых встреч, мои дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...